Год назад подсела на один шампунь дорогой. И жаба душит каждый раз, когда я его прохожу. Хотя шампунь просто совершенно потрясающий. Пол Митчелл профессиональный. И просто каждый раз душит жаба. Я всё время хожу и выслеживаю скидку. И сегодня еду, табличка висит 1 плюс 1 бесплатно. Ааа, какая я счастливая. Купила. Всем привет. Я сегодня как пчёлка-майка. Целый день с самого утра работаю и решаю какие-то вопросы. Хотела поговорить сегодня на такую тему. Недавно у меня мысли по этому поводу возникли. Я заметила, что моё отношение к одной довольно-таки важной теме серьёзно изменилось. С чего бы начать? Я сама вырастала в неполной семье. У меня растила мама. И когда я говорю «наши родители» с Лёшкой, я имею в виду Лёшкиных родителей и мою маму. У нас трое родителей на двоих. У меня нет отца и по сути никогда не было. То есть он исчез из моей жизни, когда я была совсем маленькой. Больше никогда не поинтересовался даже, как у меня дела. И никогда больше не появился в моей жизни. И для меня... Во-первых, я видела, насколько маме тяжело, когда на одни плечи падает не только роль финансового добытчика, но и роль воспитателя, задавателя моральных ценностей и так далее и тому подобное. Ребёнка нужно поддерживать на многих этапах и всё. И я чем взрослее становилась, тем больше я видела, насколько маме тяжело. И я с детства понимала, что это абсолютная дисгармония, когда ребёнок растёт в неполной семье, потому что на одного человека падает слишком большая нагрузка, и это неправильно. У меня с детства была ужасная озлобленность на мужчин, которые бросают своих детей. И даже если вокруг меня кто-то просто разводился, и дети оставались с мамой, что традиционно, в наших странах, я не знаю, наверное, 99% детей после развода остаются с мамой, то я просто не понимала абсолютно, как же родители, как же папы могут просто-напросто бросить своих детей. Неужели им достаточно даже после развода видеться с ними, я не знаю, один раз в неделю или два, или кто как там делит время? Для меня всегда это было большой загадкой. Как это возможно? Неужели им не хватает собственных детей? И неужели они просто-напросто не переживают по этому поводу? И почему они так легко отдают этих детей женщинам? Ведь это точно такие же их дети, как и дети женщин. Но когда я повзрослела, я совершенно по-другому посмотрела на эту ситуацию. Не на мою ситуацию. Родителям, которые вообще бросают своих детей, пропадают навсегда, нет никакого прощения. Это вообще, если ты не состоялся настолько, как родители бросила своего ребёнка, ты, по-моему, вообще не человек. Вот, ну, это моё мнение. Наверное, буду показывать красоты. Например, тут растут. Что-то растёт, но не пойму, что персики или аллача-аллача, наверное. Вот, и я выросла и по-другому посмотрела на эту ситуацию. Потому что я чем взрослее становилась, тем больше, естественно, я наблюдала каких-то состоявшихся пар вокруг меня, среди моих знакомых, среди знакомых-знакомых, случайных знакомых. Смотрела за их поведением и смотрела, и наблюдала, и поняла, сколько же женщины делают ошибок. Они делают столько ошибок, что просто страшно. И тогда для меня перестало быть загадкой, почему мужчины уходят, оставляя детей женщинам, приходя только на выходные или там раз в месяц, кто как пристроится. Всё дело в том, что ребёнок в большинстве пар, особенно в наших странах, да, сейчас, конечно, в Скандинавии, в Германии меняется это положение. Сейчас там уже мужчины зачастую уходят в декрет, потому что женщины просто-напросто больше зарабатывают. Но в наших странах всегда женщины сидят с ребёнком. И, естественно, ребёнок в первую очередь впитывает поведение матери, её слова, её культуру, её речь. То есть основное воспитание падает в большинстве семей на плечи именно матери. И отцы, доверяя своей любимой женщине этот процесс, часто просто-напросто упускают это из-под контроля. Я просто это вижу. То есть они доверяют, да, что вот у нас поделены обязанности, я приношу деньги, содержу, надо там что-то физически помогу, подвезу, а ты как бы полностью смотришь ребёнка. Они доверяют, а потом женщина где-то что-то обиделась. Во-первых, она начинает вбивать в голову ребёнка какие-то плохие мысли об отце, что просто преступление. А во-вторых, женщина вкладывает в ребёнка абсолютно всю себя. То есть если она нервная, если она безграмотная, недалёкая, ну, все аспекты. Естественно, ребёнок как губка, он тянется, да. И понаблюдать за двух-трёхлетними детьми, они глотают каждый звук, они глотают каждое движение, мгновенно это впитывают, мгновенно это применяют, мгновенно реагируют на всё. Вот. И, естественно, дети становятся просто-напросто в большинстве своими копиями своих матерей. От этого и когда мужчина уже совершенно, например, разочаровывается в женщине и уходит от неё, то, как я понимаю, то он и от ребёнка уходит, потому что ребёнок является точно таким же. И хотя мужчина очень сильно любит своего ребёнка, он просто с ним не находит общего языка. То есть он с ним расстаётся по тем же самым причинам, по которым он расстался с этой женщиной. Потому что ребёнок ввиду воспитания этой женщины стал неуравновешенный там, недалёкий и так далее и тому подобное. Вот. Вот такие вот у меня мысли. Думаю, что происходит это потому, что люди, наверное, очень рано заводят детей. Не пожив вместе, не узнав друг друга, они заводят детей, не представляя, как их партнёр ведёт себя за пределами их общих отношений. То есть когда он остаётся наедине с ребёнком, да ещё и под нагрузкой, да, от усталости, от гормонов после родов, от всего, то женщина начинает себя неадекватно вести. Вот. Но если бы мужчина с этой женщиной подольше, перед рождением ребёнка побыл, проверил бы её, посмотрел бы, как она себя ведёт в стрессовых ситуациях, как она себя ведёт в этих ситуациях, умеет ли она собраться, сгруппироваться, сильная ли она личность или нет, тогда бы вот этих потенциальных разочарований не было бы. И вот этого вот однобокого воспитания. Я очень часто вижу в моём окружении, что женщины на полном серьёзе в 21 веке, в 2015 году, говорят фразы, а кто его будет спрашивать? То есть вот что-нибудь предложат, я говорю, так а ты с мужем посоветовалась? Ха, а кто его будет спрашивать? Это говорят мои знакомые. То есть мужчина заведомо в их голове абсолютно не представляет никакой ценности. Очень часто фраза «я родила», и это значит, что всё, это ребёнок мой, я имею право делать абсолютно, что я хочу. Общей концепции воспитания вообще никогда нету. Ну, естественно, я никогда имею в виду в таких семьях. Конечно же, куча других семей, совершенно других исключений, что прекрасно. Иначе просто если бы такие все были, человечество бы вымерло. Но не так мало, не так мало на самом деле тех, кто действует, живёт и мыслит именно так. Так, воспринимая мужчину как просто источник дохода. Чувства после рождения ребёнка многие женщины абсолютно забывают. От очень многих моих приятельностей я после рождения ребёнка никогда в жизни ни разу не слышала упоминаний их мужа. Абсолютно. То есть он отходит даже не на второй план, на 150-й план. Он больше им не интересен, его проблемы больше не являются проблемами. Весь мир крутится только вокруг ребёнка и вокруг собственной бессильности перед воспитанием ребёнка. Все разговоры об этом, все фотографии тут же начинаются только на тему ребёнка и всё. И вот это вот главная, ключевая ошибка, которую делают просто женщины. Потому что ребёнок — это плод твоей любви с твоим мужчиной, а никак не наоборот. То, что муж — это какой-то предаток к ребёнку, нет. Вы — семья со своим мужем, а ребёнок — результат вашей семьи. И никак это по-другому не работает. Но люди к этому относятся изначально неправильно, и поэтому после рождения детей очень часто проявляется истинное лицо женщины, отчего мужчина постепенно начинает разочаровываться, быстренько сваливает из семьи, и потом, несмотря, уже повторяюсь, на свою любовь к детям, он просто не в состоянии с ними общаться. Потому что они — абсолютное отражение, абсолютная копия женщины, от которой он ушёл. Ещё и зачастую с большим трудом. Вот, поэтому, безусловно, отношения строят двое людей. Если самая разумная женщина будет стараться вести семью, и всё, мужчина на другом конце абсолютно не в состоянии принимать эти сигналы, участвовать в этом, то такая семья всё равно никогда не будет функционировать. Но очень часто всё-таки основной залог здорового брака, здоровых отношений — это рациональная женщина. Конечно, нам от природы быть очень тяжело рациональными, потому что мы, в принципе, живём совершенно на другом уровне, нежели мужчины. Мы живём эмоционально, и это просто часть нашей природы. Мы живём эмоционально, мы проживаем всё сердцем, для нас важны мелочи, для нас мы во всём видим не то, что мужчины видят. Мужской мир зачастую намного честнее. Но и общество просто на таких мужчин, которые в итоге уходят из семьи, кричит всегда «козёл», «урод», «бросил семью». И вы знаете, я была одной из тех, кто готов был так кричать. Но вот я повзрослела, посмотрела на эти все ситуации, и вокруг меня я просто вижу абсолютно всегда виновников людей, которые расстаются вокруг меня. И даже некоторых людей я наперёд уже вижу, что они расстанутся, и знаю почему. Потому что просто женщина абсолютно себя не умеет вести, не умеет ценить своего мужчину, не умеет сделать его принцем, и всё. А мужчины, как правило, они без задних мыслей. Если они пообещали сделать из тебя принцессу, и чтобы у тебя всё было, и всё, они просто в лепёшку расшибутся и это сделают. Но если он искренне полюбил, он будет стараться. Но женщина своим поведением способна отравить абсолютно всё. И потом в итоге не хочется и с детьми общаться, потому что дети – постоянное напоминание просто вот этих вот пролётов. вот так, вот так и получается. То есть, конечно, бывают абсолютно разные семьи, абсолютно разное построение отношений, но я вот такую проблему вижу, и я с возрастом поняла, что толпа очень-очень сильно кричит всегда на таких мужчин, что вот легко, что вот то, что вот всё оно. Женщины сами во многих случаях очень способствуют. Привет! Привет! Очень способствуют тому, чтобы просто так всё закончилось. Мало того, что не дают жизни мужчине зачастую, да? Ну, когда-то, конечно, и нередко, и мужчина-то жизни не даёт. Естественно, во всех браках по-разному, и во всех браках люди с разным темпераментом совершенно. Так, я здесь, наверное, в тупик приду. Вот, ну, но такая проблема имеется. Я это наблюдаю. То, что толпа пеняет всегда только на мужика, что вот козёл ушёл, козёл бросил. А на самом деле просто непонятно, и никто не хочет интересоваться, что творится за закрытыми дверями, что сподвигло его вообще уйти, и тем более оставить ей детей. Вот и всё. Вот такие размышления. Надо учиться к друг другу относиться с уважением. И если уж тем более решились на детей, то всё вообще. Друг о друге только самые лучшие на свете вещи говорить. Друг друга только хвалить, друг друга только в глазах детей, в глазах своих. Это родитель твоего ребёнка второй. Ты не можешь, не имеешь права его смешивать ни с какими гадостями абсолютно. Поэтому расставаться тоже надо красиво. Если была красивая любовь, была красивая свадьба или не было, были красивые отношения, то и расставаться надо красиво и по-человечески. А если дети обязаны, просто обязаны расстаться абсолютными друзьями, не сметь друг на друга наговаривать ни в коем случае. Но вообще, конечно, надо рожать детей от правильных людей. Я понимаю, что в жизни разные ситуации бывают, но зачастую все эти разводы случаются далеко не просто так. Так невозможно сказать, что я вот не знал, что в человеке была такая черта. Поэтому я вот, когда узнал, что в нём такая черта есть, то я с ним развёлся. И дети остались просто в неполной семье. Так повстречайтесь подольше, поживите подольше. Мы 11 лет вместе. Я не представляю, чтобы я чего-то не знала о своём муже. Мы прошли вместе огонь, воду, медные трубы. Болезни мы были в болезнях, мы были в здравии, мы были в бедности, мы были в нормальном финансовом положении. Мы прошли вместе переезд, эмиграцию, поддержки, одиночество. Всё. Мы прошли вместе все возможные ситуации. Просто поэтому, ну, конечно, никто никогда ни от чего не застрахован, но надо друг друга получше узнать. И когда получше узнаешь, то не будет потом таких ситуаций, что я вот о нём чего-то не знал, или вот он оказался таким козлом, совсем не тем, за кого себя выдавал. Может, не стоит через два месяца знакомства бежать, бежать, сразу жениться, а через год рожать. Потому что год – это очень маленький срок, это конфетный период. И потом, в итоге, мы растим детей в неполных семьях. Вот такие вот дела, такие вот наблюдения. Спасибо за внимание. Пока!